Строящийся мост по дороге в Аргун. Именно здесь боевики планировали заложить взрывчатку. В лесу напротив был спрятан тайник с боеприпасами. В ходе спецоперации его обнаружили южноуральские милиционеры. На этих кадрах пособник банформирований. Он ведет оперативников к месту хранения оружия. Не подводите его близко туда. Не дай бог, гранату схватит или еще что-нибудь. Фугас, автомат Калашникова и патроны. От такой находки милиционеры избавляются на месте. За последние два месяца это уже второй найденный тайник с боеприпасами. Оперативники признаются, обнаружить такие становится все сложнее. Очень тяжело выяснить, где и кто находится. Потому что эти группы разморознены. По два, по три человека. Будем говорить, это оперская удача на сегодняшний день. Эти преступления реже и реже раскрываются. А этот снаряд нашли вблизи реки Аджалка. Как он там оказался, пока неизвестно. Вполне возможно, что теракт готовился и здесь. В этих мешках вещественные доказательства уже по другому делу. У местных жителей изъяли охотничьи ружья. Разрешения на оружие у них не было. По имеющейся оперативной информации, было установлено, что некий гражданин занимается пособничеством, помогает членам незаконных вооруженных формирований. Оружие нахотится? Да нет, мы занимаемся. Президентка разочарается. На милицейских постах у автовладельцев проверяют не столько документы, сколько наличие боеприпасов. На днях удалось найти несколько оружейных стволов. Все они оказались нерабочими. Их везли на утилизацию. Впрочем, спокойно в этих местах бывает не всегда. Недавно в соседнем районе бандиты обстреляли пост ДПС. Ну, опасно везде, в принципе. Получается, что с одной стороны, вроде бы как, пост рядом, местный пост ГАИ. Случаев нападения на нашем участке не было. Эти взрывы и стрельба по учебной команде. Оперативники отрабатывают действия по освобождению заложников. Сценарий продиктован самой жизнью. Террористы захватили автобус с пассажирами. Спецоперация проходит в считанные минуты. Порядок работы в условиях ЧП постоянно отрабатывается на таких занятиях. Они проводятся у нас по всей Чеченской республике, в каждой почти оперативной группе. Также проводим мы занятия такие и с руководителями у нас в Ханкале, НП Ханкала. Для того, чтобы каждый руководитель знал, что делать и его личному составу. Впереди у сводного отряда ГУВД Челябинской области еще четыре месяца чеченских будней. Кавказская командировка закончится в декабре. Ижноуральских милиционеров в Аргуне сменят коллеги из Иркутска. Субтитры создавал DimaTorzok